Приветствую вас, уважаемые телезрители! Мы продолжаем знакомить вас с информацией о ходе карантинных мероприятий, а также информировать о заболеваемости коронавирусом в Подольске по состоянию на 15 мая. Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Подольске были ужесточены меры карантина. Однако в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая состоялась 14 мая, основываясь на постановлении Кабинета министров, было принято решение о частичном послаблении с 15 мая карантинных ограничений в городе. Это первая часть ослабления ограничений. В зависимости от динамики роста числа заболевших и выздоровевших будет приниматься решение о следующем скорейшем введении ослаблений карантина. Ситуация отслеживается каждый день и следующие изменения могут быть введены уже на следующей неделе. Но не будем загадывать, а будем соблюдать правила карантина, чтобы этот момент настал как можно раньше. Таким образом, с сегодняшнего дня разрешается посещение парков, скверов и зон отдыха, детских и спортивных площадок, расположенных на улице. Кроме того, при соблюдении социальной дистанции разрешается работа салонов красоты, парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров, кроме временных сооружений или, проще говоря, ларьков. И разрешается работа некоторых других категорий заведений, с полным списком которых вы можете ознакомиться на официальном сайте города. Все это разрешается при условии обеспечения персонала и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты. Проведение дезинфекции в помещениях через каждые три часа, пребывание в помещении не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий, определенных законодательством Украины. Они также размещены на сайте города. Для контроля за соблюдением установленных правил создана специальная комиссия, которая будет проводить объезды и проверки по городу. За нарушение установленных карантинных правил предусмотрен не только внушительный штраф, но и возможен запрет на оказание услуг во время карантина. Также разрешается работа транспортных средств в режиме такси при условии пребывания водителя и пассажиров в средствах индивидуальной защиты, перевозке не более одного пассажира, либо более одного, но при условии, что пассажиры являются членами одной семьи и совместно проживают, а также при условии проведения дезинфекции салона автомобиля после каждой поездки. Что же касается блокпостов, запрета на работу рынка и общественного транспорта, то данные решения были приняты областной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как только областная комиссия примет соответствующие решения, блокпосты отменят, а работа рынка и автобусов будет возобновлена. Городские власти, в свою очередь, будут ходатайствовать перед Одесской областной государственной администрацией о скорейшем принятии данного решения. Но следует понимать, что это возможно лишь при благоприятных условиях, то есть при отсутствии резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Если же говорить о причинах большого количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в Подольске, то основная заключается в том, что в нашем городе, если смотреть в масштабах области, было отобрано самое большое количество образцов для проведения лабораторного исследования, в отличие от других населенных пунктов. Большое количество проб на анализ была взята у контактных лиц, то есть еще до проявления симптомов. И все же, несмотря на стабильную ситуацию, расслабляться еще рано. Далее перейдем к теме заболеваемости. По информации Подольского межрайонного отдела лабораторных исследований, которая поступила по состоянию на 14 мая, всего в Подольске и районе у 368 человек лабораторно установлено коронавирусную инфекцию COVID-19, что на 5 человек больше, чем за предыдущий отчетный период. Из Подольска 278 пациентов, из Подольского района 84, из других населенных пунктов 6 пациентов. Это за все время эпидемии. Подольская городская больница по состоянию на утро 15 мая сообщает, что в расширенном инфекционном отделении прибывает 64 человека. Четыре находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается о 17 новых подозрениях заболевания коронавирусом. Кроме того, Подольская городская больница сообщает, что за все время эпид сезона более 60 пациентов, активно идущих на поправку, находятся дома под наблюдением семейных врачей до момента получения второго отрицательного результата COVID-19. После данных результатов их можно будет официально считать выздоровевшими. Я же в свою очередь призываю вас по-прежнему соблюдать правила карантина, не покидать дом без крайней необходимости и носить маски. А это была вся актуальная информация на сегодняшний день. Крепкого вам здоровья и до новых встреч в эфире!